всем привет у нас вечер но мне тут приспичило все таки сделать как в прошлом видео я вам говорила что хотела приготовить рогалики такие с маком в общем приспичило но лень мне с тестом возиться так как я в прошлом видео вы видели валдия купила тесто и решила с него в общем сделать тесто я вчера же купила вернее сегодня но для вас вчера купила вот валди вот такой вот для пиццы тесто ну я думаю она тоже подойдет разделила его сделала уже здесь начинку вот такую вот смотрите у меня здесь сливочное масло растопленное сахар и мак сейчас будем с вами делать рогалики надеюсь получится я не знаю чуть мне не стала лень я хотела вообще творожные рогалики сделать но как сказала лень возиться с тестом поэтому будем делать то что то что есть под рукой в общем из того что есть под рукой с его вот так вот возьму разрежу вообще в идеале надо было бы чтобы она была круглая чтобы разрезать на ровные такие ну ладно то что пол что получится то получится так так здесь вот так вот у меня два этих да я сейчас посмотрю может быть с 2 2 тесто таких я купила и вообще для других целей я его покупала но ну ладно сейчас посмотрим получится или нет в общем вот как вот разрезала и сейчас и сейчас будем начинять берем мак это гинстер берем мак вот так вот вы видите как газы по чуть-чуть сейчас что попробовать мак попробую сейчас сейчас подожди подожди пожалуйста вот так вот ложу и аккуратненько закручиваю сейчас мне одной рукой не получится потому что приклеена к пергаменту до этот тесто нужно двумя руками вот так аккуратненько будем скручивать я докатываю тут остается вот немножечко сейчас вот некоторые у меня вылезли на ней как-то не рад не подрасчитала потом я уже начала залеплять яйцом смажу сверху сахаром посыплю и в духовку в общем а там я вам покажу что мне получится только что вытащила вот они рогалики как и сказала помазала яйцо сверху и посыпала сахарком вот так вот выглядят на листе не пахнет очень вкусно сделала с одного теста второе пока не раскатывал думаю попробую если получится хорошо то второе тоже сделал в общем оставляю на сегодня так если мальчишкам зайдется едят то сделаю еще с одного вот такие вот сейчас посмотрим с вами разломим как они переложила на тарелочку выглядят очень аппетитно пахнет тоже давайте они сильно горячие какой-нибудь один разломим такой не сильно маленький не сильно большой мне прям хочется но я наверное один ладно съем я не хотела на ночь на ночь есть думала утром попробуем ну ладно сейчас с вами разломим попробуем ужинаю смотрите мне чай и горошек у меня каждый раз я открываю себя с новой стороны для для вас ну давайте попробуем так ну разломила вот они еще парят все пышет вот так вот сейчас попробуем это это сахар сверху грунт горячий сильно хочешь попробовать на попробуй вот тут аккуратненько ну что пробую горяченькие рома такой знаете какой то вроде и сладкие вроде и не сладкие сверху то что сладкие начинка сладкая ну принципе неплохо мне кажется остынут будет классный в общем прикольно мне нравится мне кажется прикольно можно так узнаете когда на скорую руку быстренько тик 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 налепил считайте я чё с ним возилась там ну минут пять наверное быстренько в духовку и в духовке они у меня простояли ну пускай минут двадцать может пятнадцать двадцать минут но я с мамой пока разговаривал вот они у меня спеклись на попробуй уже остыл будешь пробовать тепленькая тёпленькая кусает расскажи ребятам ну как булочка вкусная с маком держи вкусно да нравится эксперт наш кривляется но есть если я значит вкусно так что можно печь все на сегодня я с вами прощаюсь увидимся завтра но в этом в этом же видео вы переключайтесь я научился играть молодец смотрите это наша планета а я солнце смотрите а я солнце молодец солнце думаю все до завтра сейчас 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 будет следующий день для вас и утра смотрите что у нас тут осталось вчерашнего втором просыпаюсь одна только осталась всем привет доброе утро позавтракали сейчас вышла поеду на почту поеду на почту отвезу маме вызов пригласить пригласительный подписала там я не знаю подписывала смотрела думаю пойдет не пойдет так и нужно еще посылочку стема помните купальниками была купальник все таки я один такой какой-то он какой какого он цвета фиолетовый не фиолетовый вишневый не вишневый был вот он мне не очень понравился как-то не очень я его назад отправлю очки назад и сережечки там маленькие были малюсенькие совсем я их тоже назад отправляю остальное все оставила вот они лежали лежали я уже забыла про эту посылку потом вспомнил думаю блин настя так до сих пор не это я во первых я около дня четыре у меня лежали лежала вообще эта посылка с футболками там нужно было померить лежала в общем дня четыре я забыла про него даже не мерила потом померила все-таки но футболочки это все подошло один купальник подошел тоже хорошо который я для бассейна брала одни для отпуска для бассейна в отпуске в принципе тоже можно в нем ну так что он закрытый я имею ввиду кстати в этот раз первый раз меня было что мне нужно посылку именно отправлять до этого когда у меня было какие-то вещи которые мне не понравились или с дефектом или еще что-то они просили спрашивали хотите ли вы отправить или деньги на счет прямо посылку можете ну вещи эти можете себе оставить в этот раз нет вот раз не надо все назад отправить спросили хотите деньги на счет или или в общем в магазине их оставить на следующий запас на карту перечислить или магазине я сказала можете оставить их там написано как отметила потому что все равно я буду заказывать там не так много тем более я уже кое-что накидала там корзину потом разберусь все в общем сначала на почту все отправила наконец-то в общем он там промучился но я пошла к этому проверенному почтальону не пошла туда у нас есть еще одна почта там в общем туда пойдешь там каждый день в общем новенькие эти как рабочие и постоянно они там не знают куда чего даже по германии письмо отправить им пастентом это меняются если там например ты хочешь застрахованное письмо или еще сколько раз я уже делала так они в общем полчаса роются перезваниваются в общем поэтому решила туда не идти который поближе к нам почта к проверенному который уже тут он сам это его его отделение он сам шеф здесь и он работает ну и в общем я к нему пошла он это его начал в общем индекс начал проверять я захотела экспресс отправить и как по-русски сказать ну что подроспись чтобы они отдали до письмо и он в общем смотрел смотрел горж нету индекса такого говорит вообще говорит я не знаю там и одному позвонил второму потом кустана и нашли в общем я говорю нет мне надо атосу потом до него дошло в общем он говорит я не могу экспресс отправить потому что аэропорт находится слишком далеко от места куда нужно доставить поэтому видимо я не могу найти этот индекс я гру а понятно и гурно отправляй нормальным тогда он посмотрел такой я говорю сколько будет длиться от 15 до 17 дней и огурной нормально отправлять 720 я заплатила за конверс чтобы подроспись чтобы он отдал в общем обычное письмо подроспись просто все написала все отправила и слава богу единственная я переживала думал до каком языке мне написать адрес в казахстане но я написала в общем на наклейки на этой на самой свой адрес потом казахский адрес в общем немецкими буквами просто написала а потом еще сверху на конверте я у него спросила я говорю русский адрес говорю на всякий случай как по-русски мне написать куда он говорит напиши на самом конверте чтобы если что они гэр знали написала все в общем промытились ну слава богу отправили дай бог чтоб нормально всюду целости и сохранности дошло вот так вот что еще но все в принципе сейчас нужно ехать домой не хочу никуда заезжать ничего не хочу в общем поедем поедем с вами домой увидимся погоду у нас сегодня вчера было так солнечно так хорошо сегодня прям прохладненько во первых и очень пасмурно такая сразу настроение такой когда солнышко веселей все я довольна и еду домой и посылку от тема тоже все недели себя хорошо в школе и домашнее задание делал да и в школе себя хорошо и мы его и обещали если он всю неделю будет хорошо себя вести уроки все делать все ничего в школе не натворит получит маленький подарочек от мамы с папой и от давида да ты чё там кидаешь ну и чё папа папа на подарочек маленький но не подсматривай но иди ладно иди коричек лесу как стояла румку ждала там замерзла задубела думаю хорошо быстро вышел в этот раз обычно он пятницу долго выходит прям быстро высел так ну что такой как ты хотел до колючки сзади да он был просто сжатый так сейчас распрямиться хорошо его надо вот так немножко поэтовать он распрямиться то что он вакууме был он весь помятый лишь носик такую лапки ну чё нравится да немножко да немножко да нравится вот дальше себя будешь хорошо в школе вести пусть еще подарочек получать зарабатывать баллы довольны молодец из папа молодец какой ребенок а еще папа течет и чё папа еще и не а чё это упало а этот лет читай читай что там написано чё папа течет и чё папа на глазах это не а чё папа на глазах это мой человек вот эта мягкая отец в Jean- 얼-грунград он 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 о и он он Ты же просила папу, что папа тебе сделала. Папа тебе сделала какую-то красивую. Довольны? Я ее красивее сделаю. Будет вообще красивая. Вот теперь оставим ее, она всю жизнь тебе будет. Память от папы. Какая классная. Переверни еще. Покажи ребятам, как там с другой стороны. Потом еще она сделала. Видишь, какой папа молодец. Поцелуй иди папе. Спасибо папе. Поцелуйку не забудь. Спасибо. Все, довольны? Да, у нас тут не забрали. Там крошки Давид кушал. Подожди, да, я уберу вот эту штуку. Ну давай чай попер. Да. Боже. Что, Саша уехал на работу? Я тут занимаюсь обедом. Роман кушает, там сидит, смотрит мультик. В общем, что хочу приготовить. Приготовлю у Давида любимый обед. Ну как, один из любимых. Такой простенький, быстренький. Я его часто готовлю. Часто готовлю. Курочка тут жарится. Видите? Грудка куриная. С грибочками, с лучком, с чесночком и в сливочном соусе. В общем. Подожди. Подожди. Говоряйте. Грудка. Прочитайте. Здесь пока разметишь, сначала я положу. Ой. Давай. На ладошку себе положи. Спасибо, ребята. Все? Молодец. Прочитали? Прочитали. Буду вот такие на гарнир. Цельнозерновые макароны. Помните, в калфандер набрали. Я думаю, Давид тоже их будет есть. Если нет, там есть ромашкиные запасы с вареной макарошки простые белые. Ну, нам с Сашей будет... Саша сегодня не будет обедать, а может завтра, если останется, то завтра пообедаем. В общем, варю такие макароны. Ну, и делаю такой соус с курочкой и грибами сливочным. Так, ну что. Еда практически готова. Макароны уже готовы. Здесь у меня уже все практически обжарилось, как сказала. Грибы, мясо, чесночок, лучок, соль, перчик. В общем, это и лавровый листочек. Все это обжарила. Сейчас размешала здесь вот 2 столовые ложки муки с водичкой. И туда же это выливаем. На лестницу положи, Роман. Выливаем туда. Теперь добавлю сейчас... У меня здесь замороженное этот укропчик. Я его туда добавлю тоже. Порошенько так. Пару ложек. Неудобно так. Наверное, я вот так возьму просто. Не берется. Вот так вот прям. Вот так. И сейчас выли сюда сливки еще. Я открыла сейчас сливки вот такие вот. Салти, по-моему, на него. Так. Одно пошло. И второе. В принципе, одной было бы достаточно. Но у меня давит любит так, чтобы пожирнее и побольше было соуса. Я сейчас еще сюда помешаю. Посмотрю, если что. Добавлю еще водички из чайника. Чтоб не сильно густо было. Все. Отключаюсь. Буду мешать. Кто-нибудь, ну, вообще неудобное. Вот у меня блюдо получилось. Посыпала сверху еще моцареллой. Такое аппетитненькое. Пойду обедать. Давидка не дождался. Убежал. Говорит, потом пообедаю. А я пойду. Всем приятного аппетита. И мне тоже. Все. Увидимся позже. Пошла есть. Пахнет очень вкусно. Ром, скажи мне. Чем пахнет мама? Чем пахнет мама? Да. А я у меня... Ну, как ты думаешь? Вот вообще не сейчас. Вообще чем пахнет мама? Как ты думаешь? Ничем. С чем она ассоциируется, мама, у тебя? Ничем не пахнет. Ничем? Да. Вообще ничем? Серьезно? Да. А вот когда мама не рядом, ты вот думаешь, мама вот твоя, как бы ты думаешь, чем бы она пахла? Что ты, например, любишь или что-то не любишь? Вот мама пахнет так или нет? Чего ты любишь кушать, например? А? Чего ты любишь кушать? Банан. Банан? Клубничку, например, да? Мама, так пахнет или нет? Банан или как клубничка? Нет, скажи, да? Нет. Чем пахнет? Он телевизором. Телевизором? Так, ну что, я немножечко пропала. В общем, попили мой с Ромой чай. Я потом, ну, когда обедала. Что-то я чувствую, я так хочу спать. Я пошла наверх, вырубилась на 2 часа. И не могла себя взять в руки, проснуться нормально. Что-то у меня все ломает, крутит руки. Что-то у моей болят. Не знаю. Надеюсь, я не заболеваю. Не хочу. Кыш, кыш, кыш от меня все. В общем, сейчас проснулась и решилась. Думаю, сейчас хочу все-таки я покрасить волос. Что-то он мне ни туда, ни сюда. Как-то не это. Хочу немножечко посветле его. В общем, докрашу волос. Приведу себя в порядок. Сейчас еще, ну, не знаю, мне там погладить белье еще нужно. Сегодня я этим займусь или нет, или просто буду отдыхать. Что-то я какая-то, какая-то не такая. Сделать по-быстрому. Такие пышки, баурсаки. В общем, что-то такое из этого теста. Вот вчера, которое я делала эти ролики, рогалики. Как они, в общем, как они, рогалики, наверное, да, называются. С маком. Помните, я делала вчера. Вот из этого теста. Одно еще уже у меня осталось. Они вчера же съели их все. Я вот одно попробовала. И Ромка одну попробовала. Остальные Давид, Саше съели. Ну и одно тесто осталось. Я думаю, сегодня сделаю, чтобы оно не лежало там в холодильнике. Захотелось каких-то пышек вот таких сделаю сейчас. На этого такие просто не сладкие, никакие вот они такие на сковородке с маслом пожарю. Мне кажется, будет вкусно из такого теста. Надеюсь, получится. Уже сковородку поставила, нагреется сейчас. В общем, самой лень с тестом возиться. Ну, раз он у меня уже есть, это по-быстренькому такой экспресс-вариант. Сейчас напеку. Сковородочка уже нагревается с маслом. Видели, как они пузырятся-то? Ау! Переворачиваю одной рукой. Конечно же, неудобно это все делать, но я хочу вам показать, как я это делаю. Сейчас мы с Ромкой будем лопать пышечки. Боуш-саки по-казахски. Смотрите. Ай, блин, прорвало. Ну все, пока у меня не сгорели, я отключаюсь. Вот столечка у меня получилась, полная тарелка с горкой. Мы пойдем с Ромкой сейчас чай пить. А с вами на сегодня прощаемся. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok